Друзья, всем привет! Всем привет! Мы уже отдохнули, пришли немножко в себя, если это можно так назвать, и решили, что сегодня надо обязательно нам съездить на дом, потому что уже несколько дней мы здесь вместе с семьей, и еще ни разу не ездили. Теперь о новостях. Самое главное, мы отменили поездку в Чарлстон, потому что мы приехали сюда, получается, на сколько? На две с лишним недели позже, чем планировали изначально. Мы сняли эту квартиру с 8-го числа, мы рассчитывали, что мы приедем 10-го, 11-го числа, немножко придем в себя, расставим вещи, раскидываем. Нет, на самом деле мы планировали, что 8-го ты уже приедешь сюда, ты 5-го собирался выезжать, июня. Я имею в виду, что мы уже к 10-му, 11-му, что мы уже акклиматизируемся, немножко раскидаем вещи, и уже начнем там это самое в Костка ездить, там вещи покупать. Нет, ну все дела надо было поделать, со школами, это самое главное, со стройкой. А по прошествии двух недель уже поедем в Чарлстон. Но у нас, получается, осталось совсем мало до поездки в Чарлстон, и так сложилось, что мы решили отменить это на более поздний срок. Отменили бронь, мы за нее еще пока не заплатили, просто у нас была бронь неоплаченная, и пришлось ее отменить, скрипя всеми органами. Очень жалко. Мы обсудили с детьми, поговорили между собой, и у нас как-то общее такое сложилось мнение, что надо отложить. У нас просто есть более важные первоочередные дела, которые мы не успели из-за этого сделать, и мы как раз вот на той неделе, в то время, как должны быть в Чарлстоне, будем заниматься ими. Папа пошел выбрасывать мусор с... А, ты на машине повезем, да? Я на машине. Мы хотим мусорку снять, котик выпустили первый раз, чтобы она ознакомилась с территорией. Здесь под нами живут люди, у них тоже кот гуляет, черный. И везде собаки. Ну, собаки не бегают, а кошка. А у кого-то вот наверху, из одной из квартир наверху, есть питьбультерьер. Такой крупный, красивый, нежный-нежный, такой ласковый-ласковый. Трется такой, играет, но очень красивый. Молоденький, совсем. Не, не надо, мы сейчас ее обратно запустим, просто, чтобы она ознакомилась чуть-чуть. Мама, только не трогай мою прическу, только не трогай. А, твою прическу? Не, не буду трогать. Ну, и мы сейчас, естественно, выбросим мусор, это у нас вот столько накопилось. Мы приехали, повыбрасывали, когда разбирали вещи много. Другая. Надо будет еще показать, как все это делать. Да, сейчас Вова говорит, надо поснимать мусорку, потому что здесь совершенно другая мусорка, и, как это говорит, что-то там необычное. Соня с нами не едет, потому что Соня немножко приболела. Вова говорит, что у нее акклиматизация, у нее как-то там рвота, живот болит. В общем-то, она лежит, отрасыпается все дни, практически не выходит из комнаты. А, вот какая здесь интересная мусорка. Вот справа это картонка. Картон, да. Бумага. Потом вот пластик и кенс и алюминием кенс. Я не знаю, что значит пластик и кенс. Пластиковые банки. А кенс? Кенс это алюминиевые. Да кто его знает? А это только алюминиевые сюда. И заметьте, что нету для стекла. Нету для стекла. И у нас в Пакине тоже хотят пенить стекло, говорят, что невыгодно городу перерабатывать стекло. А где обычный мусор? Сейчас покажу. Сейчас мы до него должны доехать. То есть здесь даже больше расселения. И какое-то самое, что-то капает на стекло, что не отмывается. Вот машина стоит. Да, окно пыльное. А, это обычная мусорка, только она тоже как-то по-другому сделана. Здесь получается за забором только одно отверстие, и там, видимо, большой такой какой-то контейнер, куда все можно выбросить. Знаете, меня все время здесь не покидает чувство, что мы в каком-то лесу тропическом живем. Вот, и вокруг только наш апартмент, и больше вокруг ничего нет, вокруг лес. По идее, так оно и есть, потому что здесь плотность населения намного меньше, чем в том штате Вашингтона. Вот она, женщина эта открыто оставила, ее надо закрыть за собой. И там рядом есть кнопка, ее нажмешь, и она спрессует, уберет. Почему, что ты меня не позвал тогда? Можно? Пошли, пошли. А это кто-то здесь мебель свою выкинул, да, вот так вот? Я думаю, что не кто-то выкинул мебель, а кого-то выселили. Я думаю, что это насильное выселение. Или не насильное, а принадлежит. Даже елка какая-то лежит. Никит, не ходи туда слишком. Отходи, отходи сейчас, папа. Вот видишь, вот это вот. Написано, что снимается. То, что выкидывает. Если кто-то что-то выкинет такое, что не положено, тот будет заплачивать. Закрытся стоять. Ну, должно быть. Сейчас нельзя закрывать. Короче, это все туда уедет, да? Вот. И вот это то, что там набросано, оно все спрессуется. А вот здесь вот стоит большой ящик, в который все это затолкается. О, как все это. Вот так оно все работает. Как все прогрессивно. Зато, глянь, здесь. Здесь постоянно каждый день кто-то убирает. Потому что, видишь, кто-то подъехал, бросил, уехал. Уже очередь в мусорку создали. А у нас вот в тех апартиках просто бак стоял. Просто бак с открытыми крышками. Не разделено или разделено, что-то я не помню, как в апартиках разделялся. А потом, помнишь, подвезли вот такой небольшой, маленький ящичек. Синий пикен для переработки. Какое у меня здесь еще впечатление? Здесь все проездом делают, да, Вов? Здесь не ходят. Здесь вообще пешком никто не ходит. Ну, я ни разу не видел, что пешком. Ну, одна женщина, правда, но она с маленьким таким пакетиком шла и выкинула там. Ну, так вот в основном, да, людей никого нет. Бассейн пустой. Вот. Хотя температура уже позволяет 75. Вода тепляцкая и утром, и вечером. Поэтому можно идти смело. Прошу прощения за грязное стекло. Это уже традиция на нашем канале, через грязное стекло снимать. Так что, вот, что мы заметили? Дороги здесь похуже, чем штат Вашингтон. Даже ямки есть. Плотность населения, я уже сказала, что здесь прям значительно ниже, чем в этом штате Вашингтон, в Спакене, в нашем городе. Ну и население... Вот леса, леса и кое-где дома и апартики. Население нашего города гораздо меньше, чем в Спакене. Ну да. Вот, в основном леса, природа, птички. Комаров я ни разу не видела. Один комар. Один комар просветили. Змей пока мы не видели. Конечно, еще все впереди. Но, я думаю, трокодилов у нас здесь, в этой местности, не водится. Они южнее. Вот что. Вот, или женщина, наша риэлтор, которая здесь, если живет, говорит, один раз только встречала. Мы тоже в Спакене встречали пару раз. Так, а вот какая-то река. Здесь очень много озер, рек, прудов. Поэтому летом еще будем ездить, отдыхать на озера. Будем брать катамаран, может быть, на прокат. Может быть, лодку. Я не знаю, посмотрим, давайте мы устроимся, посмотрим, как здесь, что, к чему. Надо хотя бы оглядеться для начала. Так, Вов, ты сказал еще, говоришь, что на дорогах здесь чуть похуже себя люди ведут, да? Ездят гораздо быстрее, чем ограничитель. Не пропускают? Не пропускают? Или ты еще не встретился? Я еще обратил внимание на то, что когда уступаешь кому-то, то удивляются. А, да, да, точно. Почему он пропускает этого пешехода? Почему он пропускает? Возле магазина я пропускаю двух женщин, они такие переглянулись, типа, почему он пропускает? Странный какой-то. Но с другой стороны, женщинам дверь открывают. Вот, два партика в этом. Здесь принято говорить сэр. Да, 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 везде сэр, мэр. В Вашингтоне уже нельзя. В Вашингтоне тебе скажет кто-то сэр. Ну, в Вашингтоне могут сказать сэр, а в ответ, какой я сэр? Я мэ. Мужик стоит с бородой. Я мэ. Вырезано, видишь, это самое местное. Сажать, ой, это, строить. Строить, хотел сказать, сажать. Ну, по крайней мере, мне очень нравится эта местность. На огромных участках стоят такие дома красивые. Вокруг леса птички поют. Заросли такие тропические. Нет, ну это не тропические. Мы находимся в субтропе, как широта на уровне Турции. Да, вот где-то. Южнее Сочи, Крыма, Абхазия. Здесь теплее, да. Здесь лето длиннее, чем в Сочи и в Крыму. Поэтому мы находимся прям... О, хорошо. Южнее только Флорида и Мексика. И экватор. Птички даже в машине слышно, как мои птички. Погода меня пока и климат не разочаровали. Я очарована, поэтому пока ничего плохого сказать не могу. Здесь также вот эти вот 4Ways Tubs есть, как и были в Вашингтоне. Кто первый подъехал, тот первый и поехал. Я думала, здесь буду сдавать на права водить машину. Когда я увидела этих водителей и эти дороги, я что-то засомневалась. Если я в Спакене боялась водить, то здесь я, наверное, вообще... Здесь нету практически вот таких прямых дорог, как в Спакене. Вот, наверное, самая прямая дорога. Здесь такие развязки сложные. Так как-то все замудрено, вымудрено. Слушайте, какое-то здесь озеро или трудик. И здесь дома прямо на берегу стоят. Видите, как красиво. Там озеро, а здесь такие домики. Конфедерации флаги, вон, видишь, висят. Здесь конфедераты живут, а они все по сейчас не признают... Купла-стала. Да, они все по сейчас не признают власть этой ямки. Ну что, ребят, мы в нашей комьюнити. Вот. И здесь дома в основном трехбедрумные, трехспальные, четырехспальные. Вот этот офис нашего застройщика. Здесь что-то еще, он строится, какой-то домик. Так, ну, как видно, дома стоят близко к дороге. Расстояние у нас такое же будет. Обратите сразу внимание, все драйвей находятся под углом от домов. Видите, какой сток? Это сделано для того, чтобы, если пройдет... О, бля, только что я это сказал. А вот прям сток. Полиция уже. Короче, я не знаю, как так сделали. Я вижу, что здесь нет тротуаров. Я надеюсь, что здесь тротуары сделать, но не сделали в этой комьюнити. Но есть какие-то минусы. Нет, ну здесь никто гонять не будет. Пожалуйста, катайся там. Да, машина не ездит. Так, постоянно. Наш дом, наверное, на соседней улице, да? Да, вот следующие параллельно. С окнами стоят уже дома. Но если мы подъедем, и на нашем одном не будет окон, то это будет как-то это... Ну, мы приехали. Сейчас, сейчас, дети. Мы хотим как бассейн подъехать. Или, а, он где-то там, по-моему. Сейчас мы разберемся. Короче, это... Наш дом будет один из самых больших по размерам в этой комьюнити. И один из самых дорогих. Не знаю, важно это или нет. Немного дороже есть некоторые дома. Вот. Но наш за счет размера... Так, ну вот эта улица. А вот у нас дом. Нет. Нет? Нет. Наш дом дальше. Наш дом возле дороги. Так, вот без окон стоят дома. О, sold. Видишь, знаки sold. Все красные. Больше так застройщик не делает. В таком виде не продает. Ну, этот наш дом. Нет, наш возле дороги. Попутчик, езжай. Я тут все хорошо знаю, не спорь. Ну, я тут не знаю. Вот. Вот улица целая стоит без окон, без дверей. Хотя вот окно какое-то одно стоит. Странно. Все красные. Вот, дети. Вот эта улица, будущее наша улица. Ты посмотри, сколько домов. А земля какая рыжая. И посмотри, они все стоят и ждут. Да, все стоят и ждут. Какой кошмар. Ну, не сейчас же. Зачем-то такие деловые в ломимся. Глянь, у них уже забор стоит. Мы им постучим или позвоним. Ага, из камеры. Здравствуйте. А мы скажем, привет, мы тоже русские. Мы ждем ваших соседей. О, Попульчик. Глянь, вот этот дом уже прям закончен. Странно как-то они... Нет, вот это... Попульчик, помнишь, я тебе говорила, дом, на котором будет проходить сток. Ага. Вот он где-то, который участок, который мы рассматривали, он где-то вот тут, по-моему, вот тут. Вот он, который мы отказались. Большие дома. Большие, огромные дома, и между ними достаточно большое расстояние. Я думаю, что будет мало. По-моему, больше расстояние, чем мы с соседями жили, мне так кажется. Больше, больше расстояние. Значит... Из того, что дома большие... Значит, здесь получается... Вот он, линия проходит, и от линии 3 метра 10 фит, а в Спакене 5 фит. Между домами вот такое расстояние 10 фит. Из того, что дома огромные, кажется, что маленькое расстояние. Достаточно, хорошо, да. Большие дома, я вижу, что дома очень большие. Огромные. Как-то по видео, которое мы получали, мы видели, но я не увидел, что они такие огромные. Не, ну как так? Тут уже дома готовы, а наши вообще это стоит. Все, солд, солд, солд. Нет, видимо, эти и раньше начали. Нет, вот эти напротив, позже. Почему наши два стоят? Вот эти вообще... Ну что такое? Дом целый стоит. Вон там уже окна ставят. Да? А у нас ничего нету. Вот этот наш, да? Да. Что-то такое. Я буду связываться с реантором. А слушай, а вот машина стоит. Это кто это? Я думаю, что это на том доме работает. Ну что, пойдемте посмотрим уже своими глазками, глазенками свой дом. Выглядит так, что наш дом последний на этой улице будет доделаться. Так, ну что, это наш дом. Ну что, окна нормальные, большие. Я так поняла, живя в апартике, что очень хорошо, что небольшие окна, когда солнце светит ярко. Так, гараж. Здесь будет небольшая крыша, вход. Так, ну наконец-то мы собственными глазами все это видим. Когда это все деревянное, это все выглядит маленьким. Потом, когда это будет домом, это будет все просторным. Да, камин уже стоит. Пап, что-то окна не ставят, а камин уже поставят. Странно, да? Приходи, выкорчевывай. Все подведено здесь. Так, участок. Да участок нормальный для нас. Я думала, что может быть будет маловат. А так вот сейчас смотрю, огородить и то, что нужно. Соченные потолки будут. Вот о чем мы увидели, когда надо будет. Вот это о чем мы говорим. Здесь будет кухня. Кухня, мне кажется, оптимальный размер для нас, потому что помимо вот этого, кухня будет продолжение вот здесь. Здесь будет столик, кабинеты. И здесь будет кладовка. А здесь столовая. Не, просторный дом, большой. Сейчас, пойдем. Я хочу час так посмотреть. Дети, не выпадите там. Они убежали наверх. Так, здесь будет френч, да? Нет, здесь будет одна дверь вот так открываться. Ну, френч, да? Нет, не френч. Она по-другому называется. Три вида дверей. Одна слайд, которая скользит. Френч, которая две двери открывается. А есть еще одна дверь открывается. А здесь стекло, да? Да. Так, ну, патио большой. Здесь и грильница станет, и какой-нибудь уголочек мягенький станет. Это нормальный бэкьярд, это хороший бэкьярд. Вон там будет забор. Здесь будет трава. Трава каждые пять фит. Одна. Это посадит все, Коль. Будет здесь лендскепинг, как вон там. Вон, видишь? Вон. Вот так же будет. Здесь все посадят. Мам, там уже ванная стоит. Да. Там только трубу не поставили, чтобы воду сливать. Там видно вниз. Так, да. Да, вот такой участок. Ага. Отлично. Нам больше не нужно. Нам здесь сажать ничего мы не будем. Травой все засеется. Может, детям что-то поставим. Ну, может, какую-нибудь грядку я... Я сейчас пока по пульчику сильно так устала, что я не хочу об этом думать. Коля просил пальму посадить. Пальмы здесь будут расти, но пальмы здесь вообще вот так вот в природе. Из-за того, что мы далеко от океана, а пальмам нужна вода, да? Влаги много. Пальмы здесь только растут такие, которые искусственно посадили. Вон, папульчик, вон дверь. Да, я вижу. Такая... Ну, что-то наподобие с этим будет. Вот. Здесь будет у соседей, скорее всего, забор. Мы уткнемся в забор других людей. Вот участок других людей. Машины рядом ездят, но... Возможно, если мы просто чуть-чуть потянем время... Нас обнесут со всех сторон. Эти, кто строит свой забор, те, свой... Что-то мне подсказывает, что здесь многие не будут строить забор. А мы просто с ними договоримся, что мы... Ой, чуть не упало. Так, ну что, глянь, здесь бутылки уже... Папульчик, ты видишь какие-нибудь такие, на первый взгляд, недостатки? Я увидел кое-что. Где? Что мне не понравилось. Что? Это надо будет все пунктиком отмечать. Вот это то, что они сделали. И все, они ничего не заклеили. Оно все... Здесь вообще просто... Папульчик, это надо на стадии вот сейчас это делать. Они должны пропылесосить здесь. Может быть, действительно, это так обстоятельства складывается, что мы приехали на этой стадии, когда можно придраться к чему-то. Они должны пропылесосить, и они должны это сделать качественно. То есть нужно с риэлтором связаться и сказать... Это, во-первых, этого самого, чтобы лишней вентиляции в доме не было. Во-вторых, чтобы сюда муравейчики с улицы не лезли и так далее. То есть это нужно будет сконтактировать и сказать, да? Мак, а что вот это такое? Да, бутылки стоят. Это вода. Это, наверное, вода для холодильника. Папульчик, я думаю, тебе надо будет сюда приехать и инспекцию свою сделать. А вот здесь будет плита наша. Это газ. Слышишь, что я говорю? Тебе надо приехать, будет свою инспекцию сделать и по пунктам написать... Я сейчас хожу и делаю... В риэлтором. Вот это кухня. Вот тут будет соль для кухни. Да. Вот здесь небольшая area dining небольшая для нас. Значит, что тут сделано? Тут будет кварц, да? Здесь айланд будет. Не, ну да, кварц. Да, кварц. Здесь будет плита. Так, вот эта вот комнатка, которая такого же размера, как у Лизы была. С клозетом. Окошечко. Так, здесь ванная будет. Она считается вот этой комнатой гостевой и ванная гостевая. Слушай, уже вода. Установленная, я вижу хорошо. Что там? Это на рамках? Вода специально сделана. Всегда вода заливается для того, чтобы... Но это уже не выглядит новым. Это все одно, это всего лишь пыль строительства. Это так всегда при строительстве делается, да? Никогда ничем не прикрывать, ни пленкой, ничем, да? Главное, чтобы кто-то вот так вот ногой не ударил и не пробил дверю. Но потом, если будет что-то не так, мы же можем претензии сделать и нам поменяют, правильно? Скорее всего, это не поменяют, а поремонтируют. А, окей. Вот так вот. Так, получается, здесь выход в гараж, здесь будет такая скамеечка, чтобы раздеться здесь в вешалочке. Нормальная? Да нормальная, вообще, я тоже так думаю. Она чуть больше, чем у Лизы была на один фит. Здесь кровать. Здесь стол. Да, здесь все влезетно. Мне очень нравится, мы уже видели. Окна не вот на такой высоте, а вот здесь. Да, низкие. Они большие. Да, они, в принципе, говорят, узкие какие-то маленькие. Если отсюда убавить и здесь прибавить, то такие же, как у нас с Пакене. Просто она форма другая. С одной стороны. А с другой стороны они узкие, длинные. Для солнечной погоды, для жаркой погоды, это лучше, чем широкое окно. Это стекловато, потому что вот здесь уже сделали все стекловато. Папочка, что скажешь про утепление? Вот уровень утепления нормальный? Ну, это утепление, да. Нормальное? Достаточно? Да. Это утепление. Стены даже из 2x4 сделаны. В Спакене делаются из 2x6 внешние. Привет. А, то есть, погоди, здесь тоньше стены, да? Здесь тоньше стены. Нету смысла ставить 2x6, потому что не бывает такого холода. Я уже влюбилась. Мамочка, а что вот здесь? Это выход в гараж, а здесь будет скамеечка, вешалки. А, окей. Садится. Из гаража заходишь, сел, разулся. Там полочка снизу под скамеечкой. Окей. А здесь вешалки повесил и вещи вешалки. А, посмотрим гараж. Дети, мы в гараж идем, папа нас не уводит наверх. Отопление и вода здесь. Стоять. Гараж не утеплен пока, будет утеплять, Вов? Естественно. Я думаю, что гараж будет утепляться и это, и это. Все будет утепляться. А это электричество, да, все? Подводки электрические. Привет, папа. Привет. Ну, пошли уже наверх. Дети хотят, ты нас никак не уведешь. Ну, что, большой гараж? Гараж огромный, большой, дом большой. Потолок здесь еще, получается, в гараже выше. Мы уже два раза в этом состоянии зрителям дом показали. Они сказали, что достали, уже надоели. Но нам самим сейчас очень интересно. И, может быть, кому-то и зрителю будет интересно. Вот это у нас будет family room. Это зона отдыха для семьи. Там внизу вот эта вот зона будет для того, чтобы гостей встречать. Да, диван вот этот. Ниже-ниже. Ниже здесь? Да. Смотри. 8 фит. Серьезно? Да. А ну, у нас там будут выше, в этом мастер-бэдром. Вот то, что вот этим серебряным сделано, это очень круто на крыше. А это вот жароотталкивает. Так, в окна не выпадите, дети. Не подходите к окнам. Так, вот что, Лиза? Трубы. Трубы – это отопление и охлаждение. Так, вот это будет такой большой зал, типа. Здесь диванчик ставится, телевизор вешается. Слушай, а правда, а почему здесь ниже потолки? Должны были быть везде такие. Что-то как-то нет, да? Ну, окей. Так, два окна. И третье вот там. Family room. Family room. Но оно как по-другому назвать, я уже забыла здесь. Понятно. Это мастер-бэдром. Она очень большая. Здесь будут высокие потолки. И будет подсветка. Это для родителей мастер-бэдром. Здесь ставится кровать. Вот. Потом проходишь через ванную и заходишь в большой клозет. Это шкаф для вещей. Здесь будут вешалочки, полочки. Это целый вот шкаф такой большой. Огромный. Почти спальня, да, папочек? Ванна вот такая. Окно. Вид будет в окно классный. Купаешься, станешь голяком, да? И машины проезжающие. Здесь будет стекло, вот как у бабушки сделано. Матовое. Матовое, да. По-моему, я не видела, что обычно. Плюс оно будет сделано, такое стекло, если ты случайно подскользнешься, ударишься локтем и разобьешь стекло, оно все осыпется. Оно как-то называется, tempered, по-моему. Это для того, чтобы ты, ну вот я тебе покажу. Ты купаешься, купаешься, ударилась. Ну здесь и выпасть можно тогда туда. Огромный кусок, и ты его... Нет, если ты ударила, оно все развалится. Но оно очень крепко. Ну ты меня уже напугал походить к этому окну. Его и молотком не с первого раза разобьешь, я тебе точно говорю. Ванна получше. Это такая же, как у нас в апартике. Да? То же самое. Окей. Коль, не становись на нашу душевую. Здесь будет душ, стеклянная дверь, плитка. Я знаю, я получу в два раза больше, чем сейчас у нас в апартике. Ну я понимаю, мы здесь можем жить, если захотим. И спать вдвоем. Моя комната в родительском доме была меньше, чем в этой комнате. Ну в которой ты сейчас жила. А, меньше, чем в этой комнате. Так, ну остальные спальни побольше, чем нижняя. Поэтому пойдемте. Здесь будет две раковины, зеркало большое. Здесь туалет будет. Так, здесь четыре ванны. Уже считали, проверяли. Ну что, пойдемте. Здесь будет спальня, потом вы распределять их будете. Я думаю, что Коля самая большая, потому что Коля самый большой. И у него спальня самая большая. Эта спальня, скорее всего, Лизина. Она, по-моему, самая... Нет, вот следующая будет. Вот эти две спальни, они приблизительно одного размера. Это вы, скорее всего, Сони будете здесь. Смотри, окно маленькое, окно побольше. Здесь клозит, шкаф будет, да? Уютненько так хорошо. Еще мне нравится, что солнце напрямую не будет светить, потому что в жару. Солнца вот здесь никогда не будет. Здесь северная сторона. Нет, ну север. Смотри, папочек. Я по гугл-мэп помню. Там восток, там запад, там север, там юг. Солнце будет светить в те окна. Крозит, конечно, небольшой. Но кому он нужен большой? Лизочки достаточно будет. А где я буду? Вот или в этой, или в той. Это нормально. Зато побольше, чем мы остались. И хорошо, что здесь это тень. Вот в этой местности, затемненные комнаты, очень даже хорошо. Солнечные комнаты здесь не нужны. Вот такой клозит, это нормально, это хороший клозит. Это так кажется. На самом деле все будет... Это будет или Лизина, или Сонина, я не знаю. Пока потом будем распределять. Это моя будет. Самая большая будет эта, Колина, потому что у него большая кровать. Так, еще одна ванная. Это еще одна спальня. Вот эта, по-моему, побольше здесь клозит. Так, здесь наверху три спальни, внизу одна. Четыре спальни и три ванны, да. Здесь тоже. Так, а мы просмотрели вон ту ванную, да? Он стоит уже. Вот ванную просмотрели. Вот еще ванная. Я хожу, считаю. Упахаюсь мыть. Дети, конечно, так они помоют, но они не вымоют. Мне придется хорошо тщательно промывать их, и я здесь буду упахиваться по этим ваннам ходить. И ты счастлива, да? Я очень счастлива. Окна мне очень нравятся. Судя, вот сейчас мы в апартике живем, и то, что солнце, когда светит, попульчик, нагревается. В жарком климате солнечные комнаты и с большими окнами, это просто хана. Вот это вот то, что надо, я уже поняла это. Дети, нет, лучше здесь не бегать. Сейчас упадете вниз и поломаете себе что-нибудь. Не надо. Дети, вам нравится этот дом? Да, я уже влюбилась на него. Да, я тоже. Хорошо. Вот это такой пятачок. Здесь будет все. Папульчик, здесь будет стоять лестница какая-то, правильно? Здесь будет... О, не лестница, а этот заборчик. Папульчик, тут планы. Папульчик, почитатель. Посмотри, как здесь высоко. Да, очень высоко. Это сейчас в деревянном виде все так выглядит не очень. А когда все это сделается, будет очень даже красиво. За 320 тысяч у нас в Пакене можно было купить коробочку в самом плохом районе, правильно? А здесь мы купили в заповеднике, буквально. Сейчас нельзя вообще за 320 ничего купить. А здесь, можно сказать, парк вокруг. Парковые зоны вокруг. Леса, природа. Вот. Единственное, что наш дом последний почему-то сделают. У этих уже окна поставили, этим поставили. Так, короче, надо связываться с нашим реалтором Татьяной. И пунктики, вот это указать, то, что ты, да, тебе нужно будет самому, наверное, как-то объяснить. И спросить, почему наш дом последний. Коль, понравился дом? Ага. Пока не дом. Только это пока не дом. Вот я не совсем понял, что это. Здесь будет просто клозер. Наш участок, получается, стоит на горочке. Или насыпной искусственно, скорее всего, да? Так, а это что? Здесь пила. Пила. Мексиканцы, короче, здесь все делают. У них музыка постоянно вокруг испанская. Это наши улицы. Ну как, нравится вам? Мне все. Дорога, конечно, близковата. Мы знали, на что мы шли, когда мы покупали. Мы обсудили. Вот сейчас в Спакене мы жили, когда у нас дорога примерно на таком же расстоянии была, да? Чуть-чуть подальше, может быть. Подальше. Вот. И там тоже очень часто машины ездят. Чаще, чем здесь, мне кажется. И ничего вроде. Сейчас мы проедем через бассейн. Сами своими глазами посмотрим, какой размер бассейна. Потому что мы же платить будем каждый месяц за все. И за бассейн тоже. Смотрим, удивляемся. Здесь окна есть, а у нас нету. Этот участок позже разрабатывали. Везде есть окна, только нам не... Я думаю, вообще почти готов. Может окна... Слушай, Вов, у них там другие окна совсем. Может быть именно наши окна. У нас окна огромные. Да, здесь видишь, какие тоненькие, узенькие окна. У нас окна больше. Вот может. Именно поэтому, может быть. Так, здесь вот закрытый идет. Вот смотри, какие узисечки. Так, дома приятные, хорошие. У нас в Пакене такие дома 1500 будут сейчас стоить. Можно даже больше, да, Вов? Такой, я думаю, что не менее 500 долларов. То есть в Пакене, да? Где-то 1500. Ну, конечно, будет многое зависеть от внутренней отделки. Но у нас отделка не самая простая. У нас было 25 тысяч сверху к стоимости... У нас и плитка, и фенаутся, и камень. Единственное, что насчет карты, я не уверена, насчет коврового покрытия. Я не видела, что он был апгрейдед, то есть улучшен. Ну, посмотрим. Как есть, так есть. Можно было бы купить на тот момент или готовый, или в другом месте заказать. Но это был бы другой район, другие школы, другое местоположение, другая планировка. Планировок было очень мало с пятью спальнями. Я на что обратил внимание, у всех стоят деревянные заборы. Пока я пластиковых заборов не вижу. А может быть, у них здесь палоси такой? Мне хотя говорили, что... Мне про деревянные говорила, риалтер Татьяна. Скорее всего, здесь палоси такое правило ставить деревянные заборы. Домики хорошие. Симпатичные. Так, пустой, да? Давайте подойдем, посмотрим на этот... Так, ну я уже вижу, что бассейн больше, чем у нас в апартах. Вот бурлящие здесь есть. Смотри, конец июня, да? Сегодня суббота. Суббота и никого нет. Нам пока ключи не дали, пока окончательно все не будет оформлено. Не, ну бассейн хороший, ребята. И лежачки, и так себе ничего, да? И этот клаб-хаус, вот он. Да, да, Никитич так. Вот бурлящий бассейн. Для детишек маленький такой, мелкий. Фонтанчики. Больше, да, Вов, чем в апартике? Там пять или шесть. А по-моему, шесть. Мы все без очков. Там пять, все правильно. Там четыре с половиной, а там пять. Ну пять, мам, вот у нас в апартах вот так мне. Да, достаточно. Нам, для нашей семьи, с учетом того, что здесь нет людей, в жаркие дни, конечно, возможно, воскресенье будет здесь. В апартахтах там бассейн начинается с трех фит до пяти, а здесь с одного до пяти. Кстати, здесь написано, что комьюнити, вот эти вот штучки всякие, типа как бассейн камен, то есть они в будущем здесь парк еще, потому что там вот где мы, наш дом, напротив, дальше расстраивается комьюнити и будут делать парки, игровые площадки. Вот это только начинается, значит, начало. Здесь городок будет. Вот, поэтому здесь все будет. Вот тротуаров только почему-то нет, и это очень странно. Возле домов деревца посажены кустики, это они сажают. А насчет деревьев, мне кажется, что это люди сами, чтобы затенять. Потому что здесь в стоп-тропиках обязательно тебе нужно... Нет, я уверен, что у этих домов есть палоси, потому что у всех одинаковые деревья посажены. Думаешь, посадили уже от комьюнити? Вот так вот, когда телефон здесь, то вот такое происходит. Иногда он летит. Но он подпрыгнул вверх. Да? Как он мог лететь? Я же говорю, летит, взлетает и пошел. Этот дом open house от застройщика. То есть там можно зайти, материалы посмотреть, все выбрать, поговорить, пообщаться. Сегодня вай-фай установят? Да, сегодня наконец установят вай-фай, интернет, и я буду выпускать видео, монтировать. Мы говорили про то, что Соня будет только учиться в хай-скуле, который для девятиклассников. Он в стороне от общей хай-скул стоит. Оно недалеко там, буквально в полукилометре или 300 метров, но отдельно. То есть начинающие хай-скульщики будут отдельно. Их никто не будет гнобить из старших классников. Да, старшие их не будут гнобить. Я думаю, что это очень круто сделано. Также и Лиза отдельно учиться будет. И от Никиты, и от колледжа. Потому что это такой возраст переходный, 10-11 лет. Чтобы одни дети не гнобили. Да, чтобы более старшие не обижали младших. То есть вот так вот здесь 4 школы. Я такого не встречала раньше. Слушайте, как здесь красиво. Мы в заповеднике, в каком-то, честное слово. Здесь вокруг леса. Вот там вот хорошо видно. Прудит какой-то, да? И там вот эти вот все дома такие дорогостоящие, я думаю. Пока мое мнение, что мы сильно улучшили качество своей жизни, переехав сюда. Пока это вот мое. Пока мы, конечно, еще столкнемся, скорее всего, с чем-то. Потому что не может быть все идеально. Типа как ездаки на дороге плохие и ямки на дорогах. Ну, нам главное самим аккуратно ездить, осмотрительными быть и не казовать особо. И все. А так, конечно, мне очень нравится. Мы в более лучших условиях сейчас находимся, чем жили в Спакене. Так, дети, знаете, что мы сейчас сделаем? Приедем домой, переодеваемся, идем в бассейн. Так, друзья, мы с Колей пойдем. Коля в бассейн посмотрит, он еще не ходил куда. Вот. На этом, наверное, все. Всем пока. Всем пока. Коль, Никита, скажите всем пока. Пока. Пока.